итак привет дружище меня зовут саша ты на канале князь сегодня у нас битва замков выходит обновление достаточно интересное обновление уже на русский сервер так что усаживайся поудобнее не забывай про мельмешки ставь свой княжеский лайк и ребята давайте наша цель ёпту 200000 подписчиков у меня не знаю как но подписывайтесь и сразу заходя в игру мы видим что нам дают нового героя которого мы сегодня будем прокачивать более подробно о нем говорить но пока что ребятушки не суть мы сейчас все это дело забираем получите подарок обновления сейчас примечание один подарок на аккаунт было бы удивительно если вы там сразу 500 подарков на аккаунт в особенности если учесть тот факт сколько сколько нужно повторок вообще для для всего этого действует ну ладно ладно не будем пока что грустным об этом мы поговорим чуть-чуть попозже да ребята чуть-чуть попозже так ой-ой-ой-ой заходим в игру что нам тут пока бросается в глаза да ничего по сути так руки о бесплатная попытка выбить 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 героев оп 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 мы просто вымораживает ставь плюс кого вымораживать когда это все перед глазами мелькает а так ладно не суть заходим сюда заре обновлялись мы через игру это значит нам дали халяву виде виде такой вещь как книжки виде такой вещи как кулачки ну и конечно там золотишко маночка но самое главное нам дали героев и тут скин ну героя до скины и там прокачка его и так далее мы по этому всему действую пройдемся вот такую халяву шку мы забираем окей и переходим уже непосредственно к обзору что у нас получается новый герой энергопушка господ я вот я вам говорю всегда даже не пытайтесь даже не пытайтесь предположить как героя назовут на русском сервере нужно это абсолютно бесполезное занятие абсолютно и это разговор не только о героях но я каких-то возможно там название талантов локации еще чего-либо потому что ну камон так саре князя демонов и получил да мы обменяли все хорошо мы молодцы энциклопедия героев видите мы добавили двух героев подожди а ну вот подожди а это навык героя энергопушка дуга герой назвали энергопушка так первый герой динамо что 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 мы тут видим мы видим во первых тут так биография ну то откуда мы его можем то получить что-то не понимаю ага официальные события то есть это донатный герой динамо давай почитаем его умения хотя конечно до 15 его умения хер знает когда кто докачает но допустим ну давай читаем 15 чего что-то призывает энергетическую сферу на две случайные вражеские цели цель находится в центре эффекта сфера наносит урон в размере 180 процентов от атаки героя по цели и врагам вокруг неё каждые 0 2 секунды то есть в секунду 5 ударов в течение 5 секунд это то есть 55 до 25 за 5 секунд короче 25 ударов по 180 процентов урона этот урон игнорирует эффекты превращение урона в лечение о столько таких героев с такими эффектами и лимиты на получение урона а то есть он будет пробивать там всяких фрейда и так понимаю вот окей а хорошо я он получает ставит проклятый доспех будет пробивать кулдаун 7 секунд когда у этого героя менее 50 процентов здоровья он восстанавливает 6 процентов здоровья каждую секунду не может получать более 40 тысяч урона за удар и получает иммунитет ко всем состояниям тоже конечно иммунитет ко всем состояниям это понятие раз расплывчивая да чё там спектр не спектр может знаете типа вроде иммунитет есть а блокировочка от какого-то определенного героя прилетит но вроде как от всех то ладно это у нас донатный герой выглядит звучит пока что ребята неплохо идем дальше у нас герой демон охотник это тот герой которого мы сейчас получили бесплатно наносит 10 10 случайным героем да именно героем противника урон в размере 660 процентов от атаки уменьшает их атаку на 42 процента то есть дебафер в течение 15 секунд слушать ну так серьезно да типа долго этот герой получает на 40 процентов меньше урона когда атакован с шансом 80 процентов накладывает на ближайших вражеских героев блокировку на 4 секунды вот и ее нельзя снять это это очень весело то есть он там и зефириков блокирует кого он только не блокирует короче принципе тоже ну достаточно прикольный полезный герой должен быть но там есть конечно свои определенная херня так и идем дальше по обновлению новый герой новый супер питомец господи да сколько можно уже вы меня запарили со своими супер питомцами я вам говорю не надо вы добавляете говорю не надо добавлять а вы добавляете себе добавляются и добавляете добавляете и добавляете боевая обезьянка мрач но змей год а как его назвать мрач на змей я просто пушкин в гробу перевернулся реально просто это рядом недавно недавно там день там русского языка было ли что ну короче в бляете просто просто жаль просто просто жале великих русских классиков писателей поэтов мрач на змей сука ладно новый супер питомец мрач на змей и мунтант мрач на змей описание навыка каждый и роняющая жала у него сука умения навык каждые 5 секунд и наносит урон в размере 2 175 процентов от атаки питомца трем случайным вражеским героем уменьшает их эффекты лечения на 5 процентов в течение двух секунд когда мрач на змей в бою на 18 процентов уменьшает эффекты лечения всех вражеских героев в пределах действия навыка блядь и масло масляная получается урон наносит но это ладно 3 случайно вражеским героем уменьшает их эффекты лечения на 5 процентов в течение двух секунд когда мрач на змей в бою он на 18 процентов уменьшает эффекты лечения всех вражеских героев просто в пределах действия на господи какая залупа нахер это надо новый талант щит дракона господи энциклопедия талантов вот у нас новый талант так давай сразу какой уровень уменьшает получаемый урон на 70 процентов и ограничивает получаемый отражаемый урон до 5000 процентов а смотрите по типу проклятого доспеха только проклятый доспех если я не ошибаюсь он увеличивает урон и уменьшает отражаемый урон а тут согреть уменьшает получаемый урон и плюс отражаемый уменьшает то есть ну как бы такой некий 1 аналог проклятого доспеха да то есть если вам нужен нужны свойства проклятого доспеха но вы не хотите увеличиваете урон то можно воспользоваться талантом щит дракона идем дальше новые облики героев кибер чешуйчатый для динамо князь демонов для демона охотника господи господи так облики а ну вот этот демон охотник ну как бы окей да ну там и сами по себе герои если честно выглядит интерес понятие вот скины по факту они для чего нужны разработчики про это забыли скины нужны для того чтобы нам освежить опыта игры когда уже вид стандартных героев мягко скажем заебал да вот скины нужны для этого а сейчас они как бы и выпускают нового героя этот новый герой нам еще не успел надоесть и сразу на него как бы вместе с ними скин выпускает ну типа логика немножко другая не интересная вот и мне кажется это неправильно хотя с другой стороны разработчиков тоже понять они не хотят там путаться мучиться там потом там через несколько месяцев выпускать когда уже никому не надо так сори новый талант щит дракона новые облики добавлены новые особенности эпических героев реликвии помощь героев две новые фракции так тут конечно сейчас я не хотел бы сильно тут даваться подробности но да ребят это уже у нас получается эпические герои это уже все обсудили даже посадите здесь по цвету это все меняется когда вы допустим даже будете выбивать их за самоцвет и если они будут падать да ну как бы сейчас одного добавили за самоцвета другой за донат ребята то даже анимацию изменили она достаточно прикольная крутая необычная когда вам будут падать подобные герои а вам надо чтобы эти герои падали даже если вы по сути топ донатеры уже выбили даже пять штук вот фишка с этими героями заключается в том что во первых добавили две новые фракции этих героев надо как бы прокачивать вот как же как же это все сейчас вам показать то ёбану ты в рот блять я уже туплю ну я это на тайване показывал да то есть грубо говоря у этих эпических героев появляется возможность что вы можете туда вставить трех каких-то ненужных героев но от этих героев трех добавятся скажем так атрибуты и что самое главное друзья что самое главное как бы хер его знает что самое главное самое главное что появляется еще до прокачку эпик героев да там увеличивается у них атрибуты по хп и по жизни и чтобы всю эту херь прокачивать вам нужны повторки героев допустим что там по этой прокачки сделать и сделать вторую эволюцию вам надо двадцать одна повторка плюс судьбу посчитайте до чтобы судьбу сделать вам тоже надо до хера повторок и получается а как бы эти вы даже эволюционировать бесплатно без повторок не можете потому что бритка кошки тут не прокатываются эпик героями то есть для разработчиков просто золотая жила выпускать подобных героев чтобы всех батить на донат и на попытки выбить этих новых героев но когда будем прокачивать этого героя на моем аккаунте тогда уже поговорим по этому поводу более подробнее добавили две фракции тоже а о царе тут что это что мне кажется или тут изменили интерфейс ладно ладно хер короче с ними это мы обсудим попозже да но просто меня что-то харит мне что-то бомбит а дальше добавленная мастерская подземелье вот смотрите кстати а как там у него войти допустим сюда во царе мастерская подземелье заходим мастерская подземелье в целом похоже на обычное подземелье но отличается повышенной сложностью с гораздо более жесткими условиями победы и редкими наградами ну как бы мы проходили на тайване да во первых сложность подземелье зависит как я понимаю от вашей силы но в целом в целом там на какой силе не проходили бы все было реально очень легко и тут дают осколки нового героя опять же почему эти осколки дают нового героя потому что нам нужны будут повторки а вот заходим ну слушай тут вообще херня разве типа разве это сложно вы мне скажите разве это сложно вот один раз ударил но тут как бы подземка такая пацаны да тут надо еще раз ударил тут тут надо как бы всех убить понимаешь вот мы убили мы получили призы да это моя а вот тут уже посложнее царить на некоторые некоторые герои оля типа ронин да ну допустим давай еще о саре минус тут сам по себе просто все здания выносит окей его убили мы выпускаем барда анубиса капитана дрейка вот как бы зефирик только всех сейчас будет дамажит да ну это я думаю даже этим составом и сейчас пройдем это надо будет каждый день проходить чтобы получать осколки единственное непонятно они будут там не знаю каждый день менять осколки по героям там или нет это конечно вопрос это конечно вопрос да друзья теперь реально там даже если у вас все есть герои в роллингах вы будете радоваться этим эпик героем по той причине что у вас всегда будет не хватать их повторок вот в чем главная фишка кого там не можете убить то с кем вы там справиться не можете все ну и давай самая сложная ну как бы такое ну давай всех выпускаю трианты сразу выпущу может там минус ударит даме нос ударил и сдох уже кто это там так лупит а это душегуб лупит бесконечно ну тут как бы да тут будет решать зефирик все то есть я знаете еще боялся я думал что тут получится как из за пределем чтобы эти подземки были легкие те надо будет чтобы у тебя было ну мало силы я думал что вот у меня раздутая сила у меня будут здесь проблемы да какие-то но нет смотрите просто самыми ублюдскими героями ну не ублюдскими ну вот просто сборка под битву гильдий я и сейчас прохожу и и как бы все нормально все я набил эти осколки камушки получил даты прокачки используются для улучшения реликвии демона охотника ну как бы и все и жди сутки я так понимаю новые испытания в 0010 на следующий день как бы скучно скучно ватинка но если конечно учесть тот факт что это надо как фармить каждый день наверное если бы это было сложно то как бы тоже наверное было бы не супер весело дальше увеличено максимальное количество ячеек игровой почты с 40 до 60 тут я уже говорил да тут нисколько надо увидеть ну хотя да и увеличение это хорошо да это многим поможет кто активно донатит ну и разработчикам в первую очередь нужно разобраться со своими акциями потому что откуда-то награды идут на почту и ты не можешь превысить лимит откуда-то награды идут ты можешь превысить лимит но у тебя ничего не пропадает а с некоторых акций у тебя все летит на почту и может пропасть то есть как бы вот главное непонятная фишка дальше добавлены две новые области судьбы ну вот они ребята да то есть вы понимаете что как бы во первых а вам судьбу новым героем будет трудно прокачать не только по той причине что поясари как здесь а тут черт все изменили ой вы посмотрите как это красиво сделали переработали что я сюда не заходил что мне кажется симпатичнее стало смотрите смотрите смотрите-ка ребята то есть главное еще херня не в том что типа вам надо много повторок до чтобы судьбу прокачать но и тут просто видите тупо героев не будет здесь судьбу никак не набьете тут такая достаточно злая вещь еще добавили два новых поселка там судьбе не суть дальше изменены награды в линии обороны и так понимаю линию обороны они саму переделывать не будут но к примеру дает так окей окей оказалось что больше ну даже если столько дают то есть ну сейчас полярный лист будет абсолютно у всех проходите линию обороны ребята не пропускайте ни одного дня и радуетесь дальше изменены награды испытания смотрите тут надо посмотреть я не знаю уже там даже запутался в этих постоянных изменениях там последние обновления я уже не помню какие там по факту эти награды то и были так это древние испытания вот видишь фракция фракция порядка и фракция хаоса она типа бьет все эти они как бы бьют друг друга но при этом еще бьют вот эти вот три фракции короче запутали так что просто мое почтение так вот такие у нас тут награды не знает на может за последние какие-то эти испытания награды поменяли но пока мне на это пофиг дальше измену награды забытой битвы вот тут интересный момент на тайване когда снимали обзор мы этой херни не знали потому заходим и уже не знаю так ранг получить но чувак первое место где очень награды посмотреть ранг 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 какие награды даются уже неужели надо вспомнить как ходить забытую битву чтобы посмотреть какие наградные они вспомнили что такая локация существует но тут не то что не только награды надо менять тут надо менять и делать что-то с локацией потому что из-за того что там всякие барды появились там герои неубиваемые ты просто на постоянке проигрываешь потому что не хватает времени боя до в этой локации тут надо как-то ее механику менять же ой посмотрите какие-то старые пачки остались до сборки софины тут ну то есть тут это все надо тут все это надо менять ребята может награда наградами но ты проигрываешь просто из-за того что все время не хватает очень я не знаю что они там в наградах изменили может кто знает напишите дальше но это хорошо что они вспомнили что такая локация существует измену награда blitz турнира но окей кто играет blitz турнир они там и так все понимают шарит я не шарил лучшим подбор соперников нарси эра войны тут конечно вроде и молодцы потому что да многие жалуются на подбор соперных соперников в нарсе но но ребята а слушай это ты не получил тут на эти все награды но но ребятушки и елки елки-то палки имперский сундук 3 кучу там упадет мне ой хорошо но ребята я думаю что во первых у нас мало гильдии осталось да то есть активных кто участвует а во вторых как бы там этот подбор не изменили я думаю что всем угодить будет сложно это будет ситуация так же сама как из битвы гильдии какой там да как какую систему подсчета очков на битве гильдии не сделай все равно ребята будет ситуация что кто-то будет этому не рад кто-то будет не удовлетворен и так далее и как бы я думаю даже если они изменят систему подбора ну кому у нас осталось там 300 активной гильдии в лучшем случае я не думаю что что-то улучшится ребята реально не думаю но посмотрим что из этого получится вот хорошо что ковыряется на что-то я не думаю что нытья станет меньше но набор да он как бы неадекватный но в любом случае для каких-то гильдий он будет реально неадекватной и нечестной как бы там разработчики не пытались изменить ну и да добавили два новых слота в алтарь короче по поводу обновления с одной стороны вроде она как бы и говнецо ну так как бы вот это вот все вот это вот вся залупа с с новым питомцем с новым талантом хорошо хоть чару не добавили плюс мне это хер не нравится да с новыми фракциями новыми эпиками ну эпик герои до добавили там какие-то прокачки вот байт на донат чтобы эти повторки покупали носит конечно с одной стороны херово но брит так интересно понимаете в чем проблема у меня такое ощущение по поводу этой обновления вроде бы и херова но сука интересно понимаете вот ну и да есть какие-то как бы позитивные моменты линии обороны ну там забытую битву вспомнили что такая локация существует потому конечно не знаю не знаю пишите в комментариях будем пытаться очень понять чего происходит а вот так что такие вот дела всех целую всем пока ждем видос буду прокачивать новые герои всем чем не знаю а Продолжение следует...